Приветствую вас и полагаю, что именно эту ситуацию, которую вы описали, вы имели в виду, когда спрашивали о том, как вылечить моральный мазохизм. Я вам тогда отвечал, но, в общем-то, вы никакой обратной связи на мой ответ не дали, вот, выбрали вы тогда лучший ответ другого эксперта, вроде бы как, ну, вроде бы, должны были вы с ней работать, получилось у вас это сделать, не получилось у вас это сделать, не очень понятно, исходя из вашего вопроса, исходя из того, что вы задаете свой вопрос, выходит, что нет. Но, тем не менее, я постараюсь вам помочь, я постараюсь разобрать ваш вопрос и порекомендовать вам что-то. Итак, не могу забыть девушку в 8 месяцев, живу в иллюзии и хочу вернуться в реальность. Ну, надо сказать, что вы живете в реальности, потому что иллюзию, когда человек видит, он, как правило, не сомневается в том, что он видит иллюзию. И иллюзия от галлюцинации отличается только тем, что иллюзию можно развеять, а галлюцинацию можно и попробовать, и ощупать, и даже поиграть. То есть, что вместе там будет. То есть, все вот тактильные элементы взаимодействия будут работать в полную силу. А у вас даже не иллюзия. У вас, скорее, некая форма реальности, которую вы сами в себе создали. Потому что у вас недостаточно развит эмоциональный интеллект. И я вам об этом скажу сейчас, когда буду разбирать ваш вопрос. Итак. Расстался с девушкой восемь месяцев назад по ее инициативе. Ну, давайте сразу. Если расстались, то почему расстались? В чем была причина расставания? А то вы так пишите, что я расстался с девушкой. То, что с девушкой вы расстались, это следствие. Это следствие. Понимаете, следствие, но не причина. А причина того, что вы расстались с девушкой, остается как бы за кадром. Из-за того, что вы об этом не пишете. Из-за того, что вы об этом не говорите. Понимаете, если вы нам постараетесь объяснить, например, почему вы расстались с девушкой, что послужило причиной того, что вы с ней расстались после совместного времяпровождения и отношений. Вот если вы вот это вот донесете до нас, то мы уже сможем примерно сказать, что с вами происходит. Мы уже сможем примерно сказать и что-то вам порекомендовать. А пока, ну, сами понимаете, что это только лишь следствие и не более того. Следствия это довольно... этого мало. Следствия мало для того, чтобы давать какие-то оценки здесь. Надеюсь, вы это понимаете. Потому что это, правда, очень важно. Далее. Значит, был в жутке депрессии, маньячил под окнами. Ага. Здесь я вам хочу сказать следующее. Вы диагноз, вот этот вот диагноз депрессию поставили себе сами или как? Вы знаете ли вообще, что такое депрессия? Знаете ли вы, как депрессия проявляется? Какие у нее, у депрессии, значит, симптомы и так далее. То есть, вы говорите о депрессии, но при этом у меня возникает вопрос. Если у вас депрессия, то понимаете ли вы, что это для вас означает? А означает это только то, что если у вас депрессия, то вам необходимо обратиться к врачу. Чтобы вам назначили лечение, чтобы вам провели курс, чтобы сами работал психотерапевт и так далее. Потому что депрессия это заболевание и лечится оно, это заболевание, врачам, врачами, именно врачами. Это первое. У вас, скорее всего, конечно, не депрессия, как я думаю. У вас, скорее всего, депрессивное состояние, но это еще нужно выяснять. Далее. Спорт, активность, прогулки, смена обстановки, литература, работа, медикаменты и прочее не помогло. Много ходил к психологам. Так, ну, во-первых, если у вас действительно депрессивное состояние, то здесь нужно сразу сказать, что депрессивное состояние, оно само по себе не пройдет. То есть, с ним нужно работать, опять-таки. И основная проблема депрессивного состояния в том, и его отличительность жерда, это негативные установки, направленные на определенного рода обстоятельства, которые вы, скорее всего, даже не осознаете. И чтобы их осознать, нужно работать, опять же, с психологом на эту тему. Самое-то, это важно. Далее. Значит, вы пишете про активность. Но вопрос в том, что для вас есть эта активность. Вопрос в том, что она означает для вас. Занимались ли вы, например, тем, что вам нравилось? Занимались ли вы, например, тем, что вас устраивало, что вам было реально интересно или нет? Нет смысла заниматься тем, что вас, например, не интересует и надеется, что у вас что-то изменится, например. Вот. В данном случае вы, к сожалению, целиком и полностью не оправданы. Если вы что-то делаете, то идти это должно от души. Вам это нравилось. Если вы занимаетесь чем-то. А иначе в проективном случае нет никакого смысла что-либо делать. Так да. И здесь я бы вам предложил бы подумать о том, насколько адекватно то, что вы, например, делаете. Насколько адекватно то, чем вы занимаетесь. Насколько вам, скажем, нравится то, что вы делаете. Насколько это вас удовлетворяет. Далее. Много ходило к психологам. Пишите вы. Ну, вам, моя коллега, у меня сказала, что много ходить не нужно, а нужно как раз-таки выбрать одного и работать с ним. Здесь я согласен с коллегой со своей. И только, пожалуй, мне бы хотелось, чтобы вы более развернуто пояснили. Вот вы говорите, что ходил к психологам. Ну, хорошо. К психологам вы ходили. А результат с какой? На что вы надеялись при работе с психологом? Чего вы хотели при работе с психологом? Сколько у вас длилась сессия с психологом? Опять-таки. Потому что одно дело, если сессия с психологом у вас длилась один раз, и вы от него ждали уже какого-то результата. В вашем случае, вот по моему мнению, за один раз, ну, никак ничего не заделся, потому что у вас зависимость, и зависимость с зависимостями работают довольно продолжительное количество времени сейчас, к сожалению. И с одним психологом. Здесь я опять же согласился со своими коллегами. Собственно, нужен результат. Нужен результат того, что вы делали с психологом. Каковы были эти самые результаты ваши? Далее. Но ничего не изменилось. Здесь опять же, Вадим, к вам вопрос. Если вы говорите, что ничего не изменилось, сразу возникает вопрос к вам. А что вы сделали, именно вы, для того, чтобы что-то изменилось? Понимаете ли вы, что если человек, то бишь вы, сам не делает ничего для того, чтобы что-то менялось, то ничего не изменится? Если вы этот момент не понимаете, или понимаете его, но не до конца, то с ним нужно работать отдельно. То есть, вообще, стараться именно поменять ваше отношение к работе именно психолога. Потому что вы, на мой взгляд, воспринимаете это, ну, может быть, как врачебную работу. То есть, медицинскую. Психологическая работа – это не медицинская работа совершенно. Значит, все это время тешу и тешу себя надеетами, что она одумается и вернется. Хорошо. Она одумается и вернется после того, как, если я правильно вас понял, она уже другим, да, после того, как она вас бросила, возможно, изменила вам, ну, так, условно говоря, я имею в виду, спала с кем-то, с другим, вот, и так далее. Вы готовы все это принять? Вы готовы принять ее после всего того, что она сделала? Улучшается. Вы готовы ее простить? Отлично. Для чего? Вот, для чего вы готовы ее простить? Что вами движет? Ради чего вы готовы простить человеку? В общем-то, довольно негативное, я бы сказал, довольно негативное отношение к вам. Ради чего вы готовы ей это простить? Простить что, чтобы что? Вот об этом я рекомендую вам подумать, потому что момент, это очень важно. Ради чего вы хотите ее простить? Почему вы готовы ее принять? здесь, сейчас и тогда, каждую секунду, каждую минуту вы готовы ее принять? Почему? Что заставляет вас позиционировать себя именно так? Ответьте себе на этот вопрос. Это очень важный вопрос, потому что он скрывает то, что вам и движет во всей этой ситуации. Я хочу сказать, что ваша зависимость проистекает из ваших желаний, из ваших потребностей. И ситуация, в которой вы оказались, стал вам мощной только благодаря тому, что вы свои желания не удовлетворяете должным образом. Вы не удовлетворяете свои желания самостоятельно. Вы удовлетворяете их через человека, в данном случае, через эту девочку. Она вам нужна, и нужна она вам явно больше, чем вы нужны ей. Почему? Почему такое вот неравенство в вашем отношении, как, например, видите, допустим, ее вы, и как, допустим, видит вас она? Вот откуда такое неравенство? С чем она связана? Вот об этом и нужно с вами поговорить. Об этом именно и нужно с вами разговаривать. Это и требуется выяснить в первую очередь, потому что именно это является очень важным аспектом ваших отношений. Здесь и модель вашего мужского поведения как такового. здесь и модель женского поведения, которая адекватна вам. Здесь и ваши потребности вообще, и ваши желания вообще, и так далее. Вот это все является в четкой оценке анализа и корректировки. Далее. Значит, недавно узнав, что она в новых отношениях, но и это меня не останавливает принять ситуацию и смириться. Вы знаете, вы не можете принять ситуацию и смириться. я поясню вам, почему вы не можете принять ситуацию и измириться. Потому что приняв ситуацию и смирившись, вы окажетесь в другой ситуации, которая вам совершенно не нравится. Понимаете, о чем идет речь? Вы не можете смириться с ситуацией не потому, что вам девочка нужна так сильно, а потому, что в этом случае вы окажетесь в определенном для себя обстоятельстве, которое для вас нежелательно. Понимаете? И вот именно поэтому, потому что вы не хотите оказаться в этой ситуации, именно поэтому вы так отчаянно боретесь за нее, именно поэтому вы не хотите выходить из своей иллюзии, как вы говорите. Потому что вам не нравится то, куда вы придете, куда вы придете, если примите реальность. И вот работать нужно именно с тем, куда вы придете. Ну, и самооценка ваша, безусловно, тоже. Потому что вот это ваше выражение, что даже появление у нее парня меня не останавливает от того, чтобы надеяться на то, что она вернется ко мне. Вот это говорит о том, что у вас самооценка большая беда. Ну, это вполне закономерно, потому что обычно при зависимости самооценка очень сильно падает. Так, в принципе, всегда. и важно понимать, что дело не в ней, не в девушке, в этой, а в дело в вас. У вас, именно у вас, такое было всегда. и склонность к зависимости у вас была всегда. И с самооценкой у вас определенные проблемы точно были всегда. Просто вы о них не догадывались. А сейчас эти проблемы как бы дали о себе знать, и вы столкнулись с ними лицом с лицу. вот это, на мой взгляд, тоже нужно понимать. Вот это у вас было до того, как вы оказались в этой ситуации. Вот как вы в ней оказались? Что вообще послужило основанием для того, что у вас появилась такая вот склонность, если угодно, к данной вот, к данной модели поведения. С этим нужно разбираться. Опять-таки, далее, разум все понимает, а эмоции зашкаливают, и я начинаю представлять себе, что все неправда и какая-то шутка. Ну, это по сути, процесс у вас идет избегально. По сути, то есть, вы фрустрируетесь из-за невозможности получить то, что вам нужно, то, что вам хочется, вы из-за этого переживаете и вот пытаетесь избежать. Пытаетесь избежать того, что происходит. Ваши эмоции говорят о том, чего вы хотите. И вот именно об этом, о том, что говорят ваши эмоции, и нужно работать с эмоциями, нужно работать, понимаете, именно с вашими эмоциями. Чего вы хотите сами для себя, например. Чего вы хотите, допустим, для девушки своей, своей. Тоже важный момент. Хотите ли вы, например, для нее счастья? Если да, то прекрасно, здорово, все в порядке, все замечательно и так далее. если нет, а судя по всему, нет, потому что вы одержимы, можно сказать, вот этой вот идеей быть с ней, а это всегда ущерб, как бы, человеку, которого вы любите, то нужно набираться с тем, что еще у вас есть помимо любви. Какие есть примеси помимо любви к ней, чтобы вы не путали себя, чтобы вы не путали ее в своих чувствах. Это вот очень важно. Далее, значит, так, вы говорите, что все это неправда, значит, еду домой, думаю, что только от нее, и завтра мы увидимся, ну и все в таком духе, живу в иллюзии, оформлен полностью от мира. Не работать, не социализироваться, не думать адекватно не могу. Так не может больше продолжаться, и надо вылазить. Что порегументуете, может, какая-то клиника, спасибо. Ну, в клинику вы, конечно, можете лечь, это всегда успеется, я бы порекомендовал вам поработать с психологом, с эмоциями со своими. Вполне возможно, что данная ситуация связана с тем, как у вас развивалось детство с определенными проблемами, какими-либо в детстве, вследствие чего девушка, например, ваша приобрела для вас такое вот чересчур большое значение, и как результат стала проекцией вашей с какого-либо незавершенного или формирующего события из детства. Ну и нужно модель мужского поведения устраивать, самостоятельно работать, менять представление о себе. Вот. И отдельно я бы сказал вам еще так. Девушки не любят, когда в ней растворяется мужчина. Девушки не любят, когда мужчина говорит ей, что нуждается только в ней. да? Девушки не любят, когда мужчина чрезмерно как бы вот в них растворяется. Потому что из-за этого, из-за того, что они чувствуют, что мужчина в них растворяется, если они не готовы к такому положению дел, человек чувствует ответственность, свою ответственность начинает чувствовать, и это его давит, гнетет. И человек хочет избавиться от ответственности и от давления, которое вы оказываете на него, на девочку в данном случае. и я рекомендую вам здесь ограничить вот эту самую ответственность, которую вы перекладываете на человека. И подумать о том, что зависит от вас и за что отвечаете вы, ну и что зависит от девушки и за что отвечает она, грамотно донести до нее это и принять ее выбор, ее решение, ее мнение. также я рекомендую вам подумать о том, что будет, если например, все это не шутка. Вот что произойдет, что случится, как изменится ваш мир, чего вы боитесь, что не нравится вам в окружающем мире, от которого вы так активно сейчас бежите к девочке. понимаете ли вы, что девушка является спасателем, вашим спасателем и далеко не каждому человеку, не важно девушка это или мужчина, понравится быть спасателем. Люди хотят быть партнерами, а не спасателем. И то, что вы например жертва, которую девушка должна спасти, ну это не обозначает, что она должна быть спасателем. Подумайте пожалуйста об этом. А у меня все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду распомочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.